Здравствуйте! Стоит ли сдать анализ на целиакию, но без сдачи генетики? Слышала, что анализ не очень достоверный. Вот здесь вот я просто хочу сказать, что это вот не очень большая достоверность анализа. Это камень в наш огород, центр иммунологии и репродукции, потому что мы, конечно, всех достали тем, что мы пропагандируем то, что нужно всем делать HLA-гены, и поэтому иногда это вызывает какое-то такое отторжение со стороны некоторых врачей, которые позиционируют себя как гематологи или специалисты по плацентарной функции и так далее. Это все ведет от того, что люди просто не знают того, что такое генетика. Не у всех людей с HLA-DQ-2 или DQ-8 есть целиакия, это безусловно, но далеко не всегда при наличии целиакии идет повышение антител. То есть это антитела к глиадину, тканевой трансглутаминазе и к эндомизию. То есть вот эти три вида антител. И общий также иммуноглобулин А важно смотреть, потому что иногда бывает такое состояние тоже наследственно обусловленное. Во многом это дефицит иммуноглобулина А. Если идет дефицит иммуноглобулина А, тогда могут быть ложно отрицать вот эти анализы на целиакию. Поэтому я исхожу из своей практики, личной своей практики, что далеко не всегда при наличии вот этих вот генетических маркеров бывает целиакия. Но если мы видим сочетание генетического маркера и различных нарушений репродуктивной функции, такие как нарушения сперматогенеза, повышение уровня аутоиммунных антител, различные невынашивания беременности, целый ряд факторов, которые связаны с тем, что есть факторы бесплодия неясного генеза, то эта безглютеновая диета, она настолько простая, настолько не требующая никакого серьезного совершенно к этому такого тяжелого ограничения себя в чем-то. Потому что, представьте, мы исключаем рожь, ячмень и пшеницу. При этом кукурузу – пожалуйста, рис – пожалуйста, гречку – пожалуйста, и все, что из этого делается, бобовые культуры – пожалуйста, просо – пожалуйста, и так далее, и так далее, картошку – пожалуйста, без каких-либо проблем. То есть, настолько легкая и несложная диета, что, в общем-то, проще для того, чтобы хотя бы нормально пройти беременность и избежать этих всех осложнений, начать садиться делать эту диету, использовать для того, чтобы она шла как общая часть оздоровления организма. Особенно, когда мы видим четкие совершенно палеоевропейские гаплотипы, мы их четко видим по анализам на HLA, когда люди сдают, и мы видим это все. Поэтому анализ не очень достоверный. Скорее всего, это идет от тех людей и от тех моих коллег, которые не понимают значимость анализа на HLA. Поэтому вот здесь Гунаш, вот я просто вам говорю, что здесь вот есть такое мнение.